МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всем тем, кто любит кино! Если вы готовы к очередной порции интересных новостей кинобизнеса, тогда присоединяйтесь ко мне и программе «Профильм». На протяжении многих веков человечество ежеминутно стремилось разнообразить свою жизнь. И лучшим из всех видов развлечений, безусловно, является кино. Если вы считаете так же, значит, следующие 10 минут вы проведете вместе с нами. Сегодня в выпуске продюсер Сэм Рэйми принял решение перезапустить франшизу «Проклятие». Райану Гослингу предложено режиссерское кресло в биографическом проекте. Джон Траволта и Итан Хоулук станут героями вестерна. Спустя 10 лет после выхода фильма «Такаши Шемицу. Проклятие» его продюсер Сэм Рэйми принял решение перезапустить франшизу. Триллер о японских призраках уже заполучил нового сценариста. Увлечение Голливуда ремейками японских хорроров пришлось на начало нулевых. В 2002 году Гор Вербинский переснял звонок, а в стране восходящего солнца в то же время «Такаши Шемицу» поставил «Проклятие». Режиссера выписали снимать англоязычный ремейк. Считается, что «Проклятие» 2004 года, снятое всего за 10 миллионов долларов, способствовало появлению череды недорогих фильмов ужасов. Голливудская версия собрала в мировом прокате свыше 187 миллионов долларов. Но последовавший за ним сиквел, который также ставил «Шемицу», собрал уже 70 миллионов в мире. Третий фильм вышел сразу на видео. Сценарий новой версии напишет Джефф Бюллер, работавший над хоррором «Полоночный экспресс». Сэм Рэйми значится только среди продюсеров картины. Но кто окажется в режиссерском кресле, пока не сообщается. Ти Уэст за свою карьеру снимал фильмы исключительно из категории ужасы. Теперь он либо задумал в корне изменить свою фильммейкерскую жизнь, либо в его новом вестерне все-таки будут кого-то мучить и пугать. Создатель «Дома дьявола» и «Азбуки смерти» возьмется за вестерн в долине жестокости, действие которого развернется в 90-х годах позапрошлого века и замкнется на старой доброй мести. Продюсируют проект Джейсон Блум и Питер Фокк. Главные роли исполнят ветераны Джон Траволта и Итан Хоук. Предполагается, что Итану Хоуку достанется роль то ли шерифа, то ли охотника за головами, в то время как Джон Траволта предстанет в образе главного злодея. Продюсировать новый фильм будет Джейсон Блум, который сотрудничал с Итаном Хоуком над такими лентами, как «Синистер» и «Судная ночь». Студия «Парамоунт» начала работу над ремейком научно-фантастической картины Джо Данте «Исследователи», где свою дебютную роль исполнил Итан Хоук. Семейный фильм, вышедший на экраны в 1985 году, стал дебютом в большом кино для юных Итана Хоука и Ривера Феникса. В центре сюжета трое школьников, которые построили космический корабль, чтобы отправиться в путешествие по самым удаленным уголкам Вселенной. Картина стала кассовым провалом, заработав в прокате менее 10 миллионов долларов, при бюджете в 25 миллионов долларов. По словам Данте, студия не дала ему возможности закончить монтаж фильма, торопясь выпустить ее на экраны в июле 1985 года. С годами исследователи, как и многие другие фильмы режиссера, приобрели культовый статус. В свою очередь студия Legendary Pictures спустя почти два года возобновляет работу над картиной «Великая стена». Как стало известно, проект покинул режиссер Эдвард Цвик. Теперь на смену ему назначили постановщика Джана Имоу. Главные роли в картине должны были исполнить Бенджамин Уокер и Генри Кавилл. Пока не сообщается, готовы ли они принять участие в проекте, оригинальная идея исполнительного директора студии Томаса Талла и писателя Макса Брукса была основана на рассказе о строительстве Великой Китайской стены, которая служила для защиты от потусторонних сил. Сообщается, что сценарий фильма будет переписан, а сюжет может утратить сверхъестественную составляющую. Джастин Лин, последние 7 лет жизни отдавший франшизе «Форсаж», согласился на новый проект. Он снимет криминальный триллер под названием «Тайм-сквер» для студии Fox Features. Сценарий фильма в свое время был в черном списке лучших текстов, еще не перенесенных на экран. Действие фильма будет происходить в то время, когда «Тайм-сквер» только-только превращался из неблагополучного квартала в центр бизнес-жизни Нью-Йорка. Судя по описанию, речь идет о периоде до 1980 года. Главным же героем картины будет молодой человек, который разрывается между местным криминальным авторитетом, который его вырастил, и бывшим полицейским, помогающим парню. Кстати, на днях съемочная группа и актеры «Форсажа-7» должны собраться в Абу-Наби, чтобы провести дополнительные съемки. Ожидается, что в столицу Объединенных Арабских Эмиратов прибудет четыре дублера Пола Уокера, и каждый из них будет в той или иной мере задействован. Студия наняла четырех актеров, которые по телосложению похожи на Пола. Их будут использовать для съемки сцен, где персонажу надо двигаться. Нивелировать разницу с реальным Уокером помогут компьютерные технологии. Дублером с помощью CGI-технологий дорисуют лицом, а звукомонтажеры уже на стадии постпродакшена поменяют им голос. Напомним, планируется, что в седьмом фильме Брайан О'Коннор выйдет на пенсию. Как именно это случится, придумал сценарист Крис Морган, переписавший сюжетную канву после трагической смерти Пола Уокера. Также отметим, что одним из четырех актеров может быть младший брат Пола, Коди, о котором вскоре после автокатастрофы писали СМИ. Райан Гослинг возьмется за экранизацию истории жизни Басби Беркли, знаменитого американского хореографа и кинорежиссера. Уже известно, что Гослинг будет продюсировать ленту вместе с Марком Платтом, продюсером фильма «Драйв», в котором актер сыграл главную роль. Но функции продюсера Гослинг, вероятно, не ограничивается. Уже есть информация о том, что он может выступить режиссером проекта, а также сняться в роли самого Беркли. Райан только что завершил съемки своего режиссерского дебюта – фэнтези-триллера «Как поймать монстра». Сам Гослинг в этом фильме не снимался. Однако главная роль досталась его девушке – Еви Мендес. Кроме нее в проекте задействованы Кристина Хендрикс и Сир Шаронан. Что касается нового проекта экранизации биографии Басби Беркли, то съемки пока не начались. Создатели ленты определяются с авторами сценария. Кстати, и эту роль мог бы взять на себя Гослинг. Ведь сценарий «Как поймать монстра» он написал сам. Уже известно, что в основу сюжета ляжет биография Басби, написанная писателем Джеффри Спиваком. Беркли знаменит постановкой масштабных костюмированных танцевальных номеров. Сначала на Бродвее, а затем и в голливудских фильмах. Он трижды номинировался на «Оскар» в категории «Лучшая постановка танца» за ленту «Студенческое шоу» и дважды за фильм «Золотоискатели» 1937-го. Известен Беркли в качестве кинорежиссера. Он снял ряд фильмов с такими звездами, как Джуди Гарленд и Фрэнк Синатра. Одним из лучших фильмов в фильмографии Райана Госсинга можно без преувеличения назвать картину 2007-го года «Перелом». Актер блистательно справился с ролью прокурора, обвиняющего в убийстве героя Эрдони Хопкинса. Но помимо блистательной игры актера, в фильме допущено и большое количество так называемых ляпов. Смотрим. Итак, после выстрела жена мистера Кроуфорна падает. Обратите внимание на положение тела. В коридоре жертва лежит в одном положении, а с камерой наблюдения ее видно в другом положении. Расследуя это дело, у Вилли, видимо, разыгралась потеря чувства времени. Иначе как объяснить тот факт, что на звонок, в котором его просили явиться на обвинение в суд в три часа, он ответил, три часа – это через 15 минут. Хотя на его часах время показывает всего 11.35. А со следующим звонком Вилли никак не может определиться, как удобнее держать телефон – правой рукой или левой. В суде тоже все неладно. Мы заметили сразу три ошибки. Вот первое. Судейский молоток меняет свое местоположение от сцены к сцене. Это очень хорошо видно по отношению к ноутбуку. Второе. Флаг на стене висит по-разному, хоть в зале суда ветра нет. И третье. В начале заседания на столе у судьи стоит лампа. Но со временем лампа неожиданно пропадает. Протестуем. Верните лампу. И последнее. В доме у Кроуфорда можно заметить под монитором домофона панель для управления сигнализацией. То появляется, то снова исчезает. К сожалению, время, отведенное для нашей передачи, подошло к концу. А я с вами прощаюсь совсем ненадолго. Смотрите нас, и вы узнаете все о качественном кино. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...